здравствуйте друзья мы сегодня с вами в компании которая называется grid dynamics в офисе компании мы сейчас по ней пройдемся а нашими гидами будут вот два игоря да значит одного я давно знаю а другого недавно кто из вас по должности выше все тогда с начальника начинаем значит вы в какой должности скажите два слова просто компаниях я понимаю что многие не знают они конечно могут пойти например там погуглить но вряд ли на вашем сайте вот есть так все то что вы можете так поделиться поделиться чем чем может поделиться нами так вот живьем пару слов компания компания создалась 10 лет назад начиналось с маленького офиса в три человека в городе саратове сейчас порядке 700 человек имеем офисы в петербурге саратове харькове львове кракове и харьковотор находится в силиконовой долине минлопарке подождите то есть основатели компании были сами из кремниевой долины но основали ее в саратове я бы сказал так что люди которые когда-то переехали сюда до иммигранты из саратова началось саратов друзья это город город в котором все жители знают куда впадает волга потому что город стоит на волге сейчас проблема многие не знают куда она впадает как-то она перестала быть вот этим одним из скрепов как в наше время было хорошо значит так 2 игорь давайте но я 2 грязно я не могу сказать сколько лет но помню что у нас на тестеры учился до было такое дело в одиннадцатом а то есть пять лет всего всего лишь пять лет вот на данный момент я являюсь с менеджером в компании динамик соответственно вот и работаю на одного из клиентов компании динамикс calls это большой их ауэс и драйва девопс программы которые а как вы из тестеров вот в эти 9 вопс и и что такое девопс тоже расскажите что многие не в курсе очень была интересная история последовал михаил вашему совету не сидел три месяца этой же компании так вот я пришел в компании как по контракту вот и через три месяца в течение этих месяцев там начался как-то автоматизации интеграции между разными системами такими и потому что мне это очень нравится подойти а по образованию вы кто по образованию я советую народом отношении то есть не то что вас кодирование обучали кодирование я обучался вот девяносто восьмом году и это перед тем где остальное то мы приехали с штаты а в девяносто восьмом я учился сам первый государственный университет на программе а то есть все-таки вы годик где-то там да мат анализ изучали там как как мы все это хорошо и после этого моя компания я собирался уходить другом другую компанию получил все следовал всем советом у михаила и они сказали не хотел бы ты перейти в билдинг релиз это как билдинг релиз инженеринг это часть devops overall программы и я сказал что ничего не понимаю что вообще что это такое с чем едят мне сказали меня научат не реально научили более более того через или на количество времени то есть трех месяцев мой начальник который меня попросил остаться ушел вы стали начальником и начальником я просто начал закатал рукава и начал разбираться во всей системе это очень понравилось я только не понял вы учились на программиста доучились до международных отношений у меня переехал в девятом году в штаты так вот я с родителем нужно было работать учиться и я понял что как бы техническая часть это было не мое на тот момент у меня было тогда 19-19 лет вот я был молодой и глупый ничего не понимал в жизни и пошел в университет в штате мичиган небольшой отучился получил образование вот и даже работал по своей специальности когда сюда приехал понял что пока не вы думаете индустрию я не смогу себя показать всех своих достоинствах плане как бизнес-администрации окей ну давайте может быть мы по опису про пройдемся так итак мы в офисе комментируйте где мы что что тут происходит это главный коридор компании так находится в основном личные кабинеты начальников что прямо на стене пишут вот я смотрю смотри что творят секретные записи так так прямо на стенках пишут все удобно 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 так так подождите все-таки вас 700 человек вот в этом офисе вас если не секрет вас вас много в этом офисе стандартно находится человек 10 не более всего там основном маршинский состав так не будем не будем так тут начальники мы их не будем снимать так и собственно все слушайте а это вот такой красивый ящик на холодильник похоже это что так гудит серверная стройка до а что на ней вот такое у вас много серверов вообще-то своих не на этом маленький хайбек свеч все на самом деле по мелочи по мелочи по мелочи вот основные офисы это все-таки опшор да порядка 600 инженеров конечно там стойки побольше хорошо а вот с точки зрения найма людей вот если вас 700 у вас есть сколько вы в год примерно нанимаете учитывая что даже из тех 700 которые есть может быть через год там допустим 100 или 200 уйдут при такой динамике вы знаете вы последние несколько лет мы растем растем примерно на 30 процентов в год то есть скажем 200 200 у вас добавится при том что еще скажем там 100 уйдут значит вы должны человек 300 нанять такая динамика да я бы не сказал что от нас много уходит ну в принципе в кремниевой долине все-таки очень динамичный рынок и я по что вас в основном вы наверное у вас ребята сидят других странах но все-таки а там еще тоже тоже ваши крыло вон там дальше можно туда или так это можно а тут написано санкт-петербург на двери а я понял так люди 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 да люди это самое дорогое правильно что есть в компании что на компьютер столько не потратишь сколько на людей так а это друзья кубики вот те самые кубики в которых сидят сотрудники ставь это современный кубизм друзья современный кубизм я кстати как-то купил картину на распродаже на большой чем распродавали внутри дома жилого и там было так что ну какой-то внутрь мортик был и была чопорная пара так когда американцы такие и они спрашивают женщина мужик молчал женщина спрашивает ну хозяйку дома которая распродавала что это вот и за так руками разводит виновата так и говорит кубизм и эта женщина поворачивается к мужу и говорит ему хани виды not want anything from cuba do we и я понял что этот кубизм должен повиснуть у меня на кухне и он там много лет провисел пока мы не продали дом вместе с кубизмом ничего друзья вот вы поняли в каких условиях работают американцы